Здравствуйте! В эфире Рязанской телекомпании «Город» программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях Юдин Владимир Александрович, руководитель Координационного совета по взаимодействию с внештатными специалистами Министерства здравоохранения Рязанской области. Здравствуйте! Владимир Александрович, расскажите, пожалуйста, о работе совета. Чем он занимается, кто входит в его состав? Ведь, насколько я знаю, он в Российской Федерации, в нашем регионе, был создан впервые. Да, действительно так. В январе, в конце января, в общем-то, был решением и министра здравоохранения нашей Рязанской области, и при поддержке правительства Рязанской области, и Олег Иванович Ковалев. В связи с тем, что проблема со здоровьем населения все-таки вызывает озабоченность, решено было создать Координационный совет по взаимодействию всех внештатных специалистов по основным профилям здравоохранения. То есть, имеется в виду тех заболеваний, которые наиболее значимы. Это сердечно-сосудистые заболевания. Тем более, что президент объявил вводом борьбы с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Это онкология, заболевания пищеварительного тракта, заболевания дыхательной системы, проблемы с оказанием помощи пострадавшим при дорожных транспортных происшествиях. Это проблемы наркологии, проблемы детства и материнства детства. То есть, это знаковые такие показатели, которые нуждаются в более чепетильном отношении к их совершенствованию. И так как сегодня существует система здравоохранения трехуровневая, она, в общем, срабатывает очень эффективно. Но, тем не менее, взаимодействие между профильными специалистами, как нам показалось, она не совсем совершенна. Поэтому было решено создать Координационный совет, куда включить наиболее знаковые такие, скажем, представители, которые занимаются вот этими основными заболеваниями, являются внештатными специалистами Минздрава. Вот туда и вошли, собственно говоря, главные внештатные специалисты по онкологии, по заболеванию сердечно-сосудистой системы, нервоскулярной патологии, представители, касающиеся проблем материнства и детства, в том числе я, ваша слуга, и вошел обязательно, как бы, составляющие, это представители Министерства здравоохранения, замминистра Митина Олега Васильевича. В первом заседании было определено круг задач, что мы должны делать. Ну, ведь, понимаете, работать только в отрыве, скажем, от той реалии, которая существует, решить проблему невозможно. Поэтому, естественно, конечно, в Координационный совет был включен и специалист, ведущий Рязанского государственного медицинского университета, Урясев Халлик Михайлович, который, в общем-то, должен был нам представить его видение, как организовать эту работу со стороны ученых и профессионалов этим сферам деятельности. Ну, естественно, конечно, основной такой компонент, который раньше никогда не был, это Координационный совет замыкается еще на взаимодействии с муниципальными образованиями всех поселений, всех городских образований, межрайонных центров. Почему это так? Потому что, ну, проблема здоровья, она не может быть в отрыве от всех. И если ее решать только Министерство здравоохранения, мы не поднимем эту тему. И поэтому, когда мы, сообща, будем решать эту проблему, я думаю, что она будет действительно более эффективно решаться. Мы сейчас говорим о первых трех месяцах работы, собственно, три месяца первых, существования совета. Вот более-менее какие-то результаты сейчас уже можно озвучить? Ну, во-первых, удалось стабилизировать показатели смертности по сердечно-сосудистым заболеваниям, существенно увеличилось число пациентов, которые доставляются своевременно, в пределах 80 минут. То есть это как раз то время, когда пациенту может быть введен препарат, сжижающий кровь, и это дает возможность устранить те изменения в сосудах сердца, которые позволяют устранить развивающийся инфаркт миокарда. Точно так же, как применение подобного препарата у больных с ишемическим инсультом можно также остановить. Это тоже мы наблюдаем, что у нас существенно в этой отношении динамика улучшилась. То есть мы, в общем-то, не то что пожинаем, как говорится, плоды своего действия, но просто мы видим, что это четко совершенно динамика показывает, что у нас статистически по всем центрам, где созданы межрайонные центры и областной, этот показатель выровнялся, он стабилен. И, в общем-то, надо сказать, что вот ДТП пока, к сожалению, первый квартал нас не очень радует, потому что увеличилось число погибших среди тех, которым можно оказывать помощь, очень тяжелые травмы. И здесь мы просто пока повлиять особенно не можем, но мы наметили план мероприятий, провели специально в рамках Координационного совета конференцию по изучению осложнений и ошибок, которые могут быть при оказании помощи. Дали как бы основу для своих коллег, что нужно, в первую очередь, учесть, чтобы это предостеречь и не привести к фатальным исходам. Вот я бы сказал так. И по материнству и детству тоже считаю, что у нас хорошая сложилась обстановка по охране, так сказать, жизни и матерей, и родившихся детей. Ну, в общем-то, я думаю, что вот этот круг задач он существенно показывает. Потом по онкологии то же самое число выявленных заболеваний возросло во всех практически межрайонных центрах по показателям и в городе Рязани. И число, скажем так, пациентов, которые находятся на учете по наркозависимости, алкогользависимости, тоже, в общем-то, динамика положительная. С ними стали более эффективно работать. Что еще радует, что муниципалитеты очень охотно откликнулись на помощь медикам на местах и оказывают им посильную помощь. То есть там есть свои нюансы, которые медики не могут закрыть. Поэтому, обращаясь к представителям муниципалитетов, они, в общем-то, охотно отвечают. Это радует, то есть мы понимаем, что мы не одиноки в своих решениях. Ну, в общем, у вас глобальный круг такой обширной деятельности. Работа тяжелая и нелегкая. Ну, и должен сказать, что мы работаем, в общем-то, как совокупно к своему профессиональному исполнению обязанностей, которые мы все несем. Но это как бы, ну, нагрузка функциональная. То есть мы за это не получаем никаких денег, ничего. Но просто понимаем, что без этого нельзя получить хороших результатов. А кто стал инициатором все-таки? Ну, инициатором стал и наш министр Прилузский Андрей Александрович. И он согласовывает действия с Олегом Ивановичем Ковалевым, который очень щепетильно относится к проблемам здравоохранения в нашем регионе. И думаю, что это очень такой важный посыл, который Олег Иванович ведет очень четко в контроле. Но здесь стоит говорить о работе с населением в том числе? Конечно, несомненно. Потому что мы должны работать в содружестве. Ведь не грех, что... Понятно, что очень много нареканий идет в сторону медицинских работников, что вот там некомпетентные, что вот туда и сюда, что не совсем они правильно там некоторые грубят. Вы понимаете, давайте исходить из другого посыла. Что если мы будем друг к другу внимательны и относиться с пониманием к проблемам, которые есть в здравоохранении, а со стороны здравоохранения к людям, которые страдают этими заболеваниями и милосердно относиться к ним, то есть у нас консенсус, который позволит во многом исключить различные проблемы, которые легко решаемы просто на уровне человеческих отношений. И у нас сейчас ведь проводится очень много действий, которые направлены на создание школ здоровья, различных мероприятий, которые в виде там поездов здоровья. То есть мы решаем этот вопрос комплексно и пытаемся сейчас... Ведь не секрет, что материальное обеспечение здравоохранения, несмотря на то, что оно существенно улучшилось в последние годы, все-таки нельзя сказать, что оно идеальное. Это не может быть сразу, потому что бюджет не резиновый. Естественно, конечно, все, что у нас есть, мы используем максимально. Но при правильной организации, при правильном освещении проблемы, чтобы люди понимали, когда, куда идти, и что фактически сейчас каждое лечебное учреждение имеет свои сайты, которые доступны, там работают непосредственно в контакте, прямой, так сказать, онлайн-режиме. Любая консультация может быть получена. Куда пойти, как это сделать. Просто люди должны понимать и знать, что мы открыты к диалогу. И роль коррекционного совета, опять же, что если в этом есть необходимость, мы готовы тоже принять в этом участие. И все это освещено на сайте Минздрава нашего. Только сообща мы решим эти проблемы. Золотые слова. Я считаю, что на этой ноте нам уже с вами можно и закончить сегодняшний выпуск. Очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо, что зашли к нам. И я желаю вам больших-больших успехов в вашем нелегком труде. Спасибо. Надеюсь, что все у вас удастся, и жить нам станет легче. Надеюсь. Спокойней. Спасибо. Это была программа «Семь минут». Мы с вами скоро увидимся. Не болейте. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok